Многие сказали, что Богомолов-то, в общем, по сути, прав. Они же действительно все с ума посходили. И в своем манифесте он рассказывает о том, как ужасно там и как поэтому прекрасно здесь. Ну, понимаешь, у нас вечно кого-нибудь с кем-нибудь назначают. У нас толстого монаха, который не умел рисовать, Андрея Рублева назначили гениальным живописцем. У нас труслевого педофила Кутузова назначили великим полководцем. А сборщика Дании татарской, Александра Ярославича Невского, назначили национальным героем. Вот точно так же назначили этого Собчака, второго мужа, мужа Ксении. Назначили главным режиссером, главным по культуре. Но я уже говорил в своей программе Наповал, что вот эти все произведения культуры, они напоминают такие изготовленные в концлагере игрушки, к которым можно и нужно относиться снисходительно только потому, что они сделаны в чудовищных условиях. Но они абсолютно не конкурентоспособны. Мы видим, что когда нам сообщают про то, что вот российский фильм в американском прокате, это значит, где-нибудь в Алабаме, в двух кинотеатрах в 6 утра показали этот фильм уборщице. И он имел, может быть, какой-то очень своеобразный успех. Даже сама Россия, она отказывается всерьез потреблять свою культуру, но за исключением каких-то совсем патологических референтных групп, которым достаточно совсем примитивности. Но по поводу того, насколько плохо все в реальности в Европе. Ты знаешь, да, действительно, там все очень весело, там все очень раскалено, но Европа через это многократно проходила, потому что до того, как возникли все эти запреты, связанные с цветом кожи, с сексуальной ориентацией, с феминизмом, с экологией, которые, да, действительно, сейчас раскалены, но ты вспомнишь, что на протяжении многих веков эту Европу прессовала церковь, прессовала гораздо более жестоко и страшно, чем сейчас прессует безумие экологии или феминизма. И вот тогда, действительно, ну, как выясняется, самая лучшая культура, вот самая кровоточивая, слезоточивая и эффективная, я без симпатии отношусь к культуре, но я за счет этого могу видеть ее со стороны и объективно ее оценивать. Она как раз получается, когда она течет из-под ногтей и из глаз, когда она есть преодоление запрета, а ведь Европа жила страшной жизнью, о которой все забыли. Там вспомни какой-нибудь Берн в 1509 году, там пошли... Много помню. Ну, там пошли... Ну, я постарше немножко, тебе и не плавясь. Там были... пытались сжечь трех монахов-францисканцев, которых осудили за ересь, но за счет того, что был жуткий дождь и ветер, огонь погас, и этих прикованных, привязанных монахов добивали поленьями на виду огромного скопления народа. То есть, надо понимать... И это было будничным... Религиозные войны, они такие. Незнаменитым. И вот, тем не менее, все равно выбралась. Она выбралась из-под этого гнета. Она, скажем так, сумела победить. Она сумела победить гораздо более страшного врага человечества, чем сегодняшние европейские бредни. А сегодняшние европейские бредни как раз и существуют для того, чтобы преодолеть их. И именно вот в преодолении, в преодолении как раз какие-то культурные, удивительные моменты и возникают. Потому что я вот могу тебе сказать, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Италии никому в голову не придет писать, печатать или рассуждать на тему задницы Бузовой или нарядов Киркорова. Там не интересует российская культура. Вообще ее нету. А вы это имеете в виду? Конечно, конечно. Это только здесь, в России. Я-то думала, что вы сами явления культуры. Все безостановочно обсуждают, кто что надел и кто как спит.